А теперь мы поговорим о причинах различных патологий позвоночника и суставов. Так, а теперь мы побавим о разных причинах, почему нам действуют патологии паттера и разных клубов. Да, все проблемы в позвоночнике и суставах. Вся проблемы в паттере и в клубах. У нас от малоподвижного образа жизни. Именно это является главной причиной. Это способ жизни нашей цивилизации. Другая причина – это неестественная позиция тела, неудобная позиция тела. А другая причина – это неудобная позиция тела. При самой различной деятельности. Например, мы сидим около стола у компьютера, всохнувшейся позиции. Так, например, когда мы сидим у стола у компьютера, так мы охлаждены в непрерывной позиции. Это водитель подряд такой позиции. Ну, особенно показательные – это зубные врачи или парикмахеры. Очень добрый пример – это зубные лекарства, которые имеют руку так легче сдвиженную. Или кадры. А там, где работа связана с большой физической нагрузкой. А там, где работа связана с большой физической нагрузкой, то эта нагрузка очень однообразная, эти движения очень однообразные. Ну, например, на конвейере человек подряд берет, ставит, берет, ставит. Одни и те же движения. Или у каменьчика. Например, в товарне, на пасе, просто человек берет одну вещь и поставит. И вот мы как раз разобрали три причины возникновения болезни позвоночника и сустава. А так мы разобрали три главные причины, от чего возникновения болезни позвоночника и сустава. Это малоподвижный образ жизни. Это малопогибливый образ жизни. Это неудобное положение тела длительное время. Это неудобная позиция тела. Длухую длительное время мы находимся в этой позиции. И однообразные движения. А потом однообразные движения. Вот три главные причины. Так это же три главные причины. Из-за этих трех причин. А из этих трех причин. Нарушается кровообращение в области позвоночника. Нарушает кровный обе в области паттера. Мышцы, которые непосредственно крепятся к остистым и поперечным позвонкам. Из-за нарушения кровообращения спазмируются. Из-за нарушения кровного обе в области спазмуют. В них нарушается питание. В них потом нарушает выживание. Они прижимают нервы. Они прижимают нервы. И возникают болевые ощущения. А возникают там болестивые поциты. Из-за нарушения кровообращения. А с нарушением кровообращения. Нарушается кровообращение и межпозвоночных дисков. С потом нарушит и кровный обе в межпозвонковых плотенках. И эти межпозвонковые диски уплощаются. То же самое, на позвонках, на их отростках откладываются соли. И возникают так называемые солевые мости. И тогда позвонки двигаются не по одному, а по несколько. По два, по три. И те межпозвонковые диски, где как раз идёт движение в позвонке, они испытывают тогда чрезмерную нагрузку. И как раз там и возникают межпозвоночные грыжи. А там потом возникают межпозвоночные плотинки. Ну, человек может жить десятилетиями с этим межпозвонковой грыжей и не знать об этом. А человек может жить с этим межпозвоночным плотинком 10 лет. А тжеба они о том не видят, что ей маа выхрезло. Проявляется только тогда, когда по какой-то причине эта грыжа касается или нервы, или спинного мозга. Проявляется только тогда, когда по какой-то причине эта выхрезлая плотинка начинает оттекать нервы, или михи. А причина эта какой-то плохой, какое-то движение неудобное. А та причина, что тут начнет оттекать, есть некий непогодный погиб. Это стрессовое состояние. Потом стрессовый став. Из-за которого мышцы спазмируются. С того стрессу эти свали напнут. Это переохлаждение, то же самое, которое приводит к спазму мышц. Потом таке нахлазение, то таке делает просто спазмы свалу. И тогда происходит обострение. А потом тогда дойдет к тому, что это сгоршит. Мы идем к доктору. Идем к лекаре. Нам делают магнитно-резонансную томографию. Нам уделают магнитно-резонансную томографию. И говорят, кто у вас грыжа? Это только операция, вы же умные люди, как иначе? А они говорят вам, вы имеете выхрезлую плотинку. А то, что эта грыжа у вас уже может быть 10 лет, вам, конечно, об этом никто не скажет. В одной из крупных фирм всем сотрудникам сделали магнитно-резонансную томографию. Это несколько тысяч работников в этой фирме. И оказалось, что у 30% до 40 лет уже были межпозвонковые грыжи. И около 50% старше 40 лет. А около 50% тех, кто были старше 40 лет. Но они не жаловались на свой позвоночек. Да, говорили, иногда бывает обострение, потом пройдет и все хорошо. Но они не стяжели на своих батареях. Они сказали, ну так, нигде нас тут немного поболит, но так в целом не стяжели. Так вот, если при какой-то причине у нас возникает это обострение, то также каким-то другим действием можем ее отстранить. Если с некоторого привода у нас возникает то сгоршение, что это болит, так потом иным способом можно эту болезнь отстранить. Каким способом? Это правильным движением, правильным упражнением. Как раз для этого мы Вас и учим нашему комплексу упражнений на позвоночнике сустава. Протому Вас так и учим наш комплекс на паттер и клубе. Затем массажем и головокалыванием. Потом можно делать массажи, акупунктуру. Которую мы можем снять с пазма мышц. Таким способом мы можем этот спазм, это напитие из этих свалов, снимать. Грыжа останется, но она не будет касаться нервы или спинного мозга. Мы опять будем долго жить и не знать об этом. Та выхрезлая ботинка там сейчас остается, но перестанутся нервы, а не будут спазмованные свалы. Мы о том не будем знать, что там есть. Великолепный чешский лекарь доктор Левит на международной конференции неврологов сказал, что те, кто делает операцию по поводу межпозвонковой грыжи, по поводу межпозвонковой грыжи. Те, кто делает операцию по поводу межпозвонковой грыжи, по поводу межпозвонковой грыжи. Вот это надо помнить, а не спешить на операцию. То есть нужно помнить, а не спехать на операции. И нам удалось уже довольно много людей избавить от назначенных операций при помощи упражнений, мануальной терапии, массажа. И поэтому очень важно научиться правильно делать упражнения в наш комплекс на позвоночнике и суставах. И поэтому очень важно научиться хорошо делать уничтожение нескольких комплексов на патерь. И главная особенность нашего комплекса И главная особенность нашего комплекса Что мы не делаем движение только в конкретной части позвоночника Мы делаем все лишь к конкретной части непонапрования Тем самым мы заставляем двигаться каждый позвоночек. Тим-то способом донутимы, Абвы се погибовал каждый обрател звлашть. И освобождаем межпозвонковые действия. А таке тим освобозуем межобратловые плотенки. И вторая особенность это медитативная составляющая. А другая звлашдность это медитативный стаб. Это концентрация внимания на то, что мы делаем, и то, что чувствуем при этом. Это концентрация на внимания и то, что мы делаем. Хорошо. Дай Бог вам здоровья. Дай вам Бог здоровья. Мы представляем комплекс на позвоночник и суставы. Представим вам комплекс цвечений на патэш и клубы. Этот комплекс впервые показали мир Закарим Нарбеков и Лариса Фотина. А взяли его из тайной мусульманской йоги. Провзали его из тайной мусульманской йоги. Мы этот комплекс на наших курсах делаем уже более 15 лет. Этот комплекс цвечим на наших курсах больше, чем 15 лет. И убедились в его прекрасных результатах. А пресвечили мы себя о его перфектной эффективности. И, несмотря на это, мы подряд стараемся усовершенствовать этот комплекс. А, стараемся неусталее этот комплекс сдоконировать, потому что он уже имел эти перфектные результаты. И пару лет назад мы нашли еще источники тайной мусульманской йоги. Пару лет назад мы нашли премины с тайной мусульманской йоги. И мы еще более приблизили этот комплекс именно к первоисточникам. А этот комплекс мы еще более приблизили к первым праменам. Мы замедлили темп выполнения упражнений. Вспомалили мы темпу в делании тех цвеков. И когда мы замедлили в два раза темп, стало возможно концентрироваться еще и на дыхании. А когда мы двократ снижили темпу, мы можем еще и на дыхании. Упражнение каждое состоит из двух частей. Каждое цвечение се склада за двоу частей. Это растяжение мышц и расслабление. Это протяжение свалу а уволнение свалу. Во время растяжения мышц мы делаем вдох, при расслаблении мышц мы делаем выдох. При натяжении свалу делаем надех, при уволнении свалу делаем выдох. В мусульмской йоге, в мусульманской йоге, позвоночник немножко по-другому разбит на отделы, чем в нашей анатомии. В тайной мусульмской йоге я патер разделен на трошку инак, неч в нашей европской анатомии. Так же выделен шейный отдел позвоночника. И стейнно отделен на крчню часть патеря. А вот грудной отдел позвоночника разбит на два равных отдела. Верхний грудной и нижний грудной. А грудный часть патеря я разделена на два стейнёй дилы, а то ворня грудный часть а долня грудный часть. Выделено поясничный отдел позвоночника так же. Так же ведернёй часть. А крестец и копчик соединены в один отдел. А крижовая, кост, а кострч, ты собраны до одного отдела. Крестец и копчик неподвижной части позвоночника, поэтому логично выделены в один отдел. Крежевая кость и кост-рыдь – нехибные части патеря, а протеологические – что они связаны в один отдел. Такое разделение позвоночника очень хорошо именно для упражнений. Это разделение патеря – это очень хорошо для тренировки. И главная особенность этого комплекса, что упражнения делаются, движения делаются только в каждой отдельной части позвоночника. Мы привыкли отдельно делать только шейный отдел позвоночника. А остальной позвоночник мы делаем движение в нем в целом. Все движения в позвоночнике грубо можно привести к трём типам движений. Это движение вперед, наклон и назад. В бок в один, во второй. Уклон до боку, до одного и другого. Скрутка в одну, скрутка в другую. И при этих упражнениях, казалось бы, мы можем всё проработать. А при этих упражнениях, казалось бы, что мы могли проработать как бы всё. Но нагрузка равномерно распределяется по целому позвоночнику. И как были межпозвоночные диски зажаты, так они остаются зажаты. А когда мы будем делать только в одном отделе движения. То там намного увеличим нагрузку. И заставим двигаться каждый позвонок. И освободим межпозвоночный диск. И освободим межпозвоночный диск. Вот посмотрите. Если мы сделаем прогиб назад. Подивите, когда мы сделаем прогиб назад. Только в одном отделе. То вот они межпозвоночные диски освободились. Возьмем другой отдел. Если мы сделаем вперед наклон, то то же самое. Позвонки освободились и межпозвоночные диски освободились. Возьмем другой отдел. А когда мы сделаем предпределопределы, то там уволнены и нервы, и межпозвоночные плотники. Всякно там все хорошо развалит. В бок на поясничке покажем. Вот пожалуйста, каждый позвоночник освободился. До боку то укажем на бедерной части паттера. Там се уволнил каждый обрател. Межпозвонковые диски освободились. И межпозвоночные диски освободились. Межпозвоночные диски. Это является главной задачей нашего комплекса. И в начале и в конце каждого отдела даны так называемые точки для концентрации внимания. На начале и в конце каждого отдела даны, которые нам помогают концентровать внимание. Первый позвонок. Первый обрател. Называется Врата Ангела. Называется Врата Ангела. Седьмой позвонок. Седмой крючок обрател. Называется Печаћ Судьбы. Шестой грудной позвонок. Шестый грудний обрател. Источник радости. Это прамен радости. Двенадцатый последний грудной позвонок. Двенадцатый обрател последних грудних. Называется источник света. Пятый последний поясничный позвонок называется источник власти и первый копчиковый позвонок называется источник силы. Музыка Еще этот комплекс отличается тем от всего остального, что имеет медитативную составляющую. Это очень важно. Господь Бог нам дал способность к самоисцелению. Но это происходит тогда, когда мы направляем все свое внимание, всю энергию мозга на свое тело. И вот для того, чтобы это внимание удержать на позвоночнике. Мы делаем упражнения. Делаем цвечения. Делаем концентрацию внимания. Делаем состретение внимания. На дыхание и на ощущения. На дыхание и так же на поцитах. И очень важно почувствовать, что делается во время упражнения в данной конкретной части позвоночника. И какие ощущения возникают после окончания упражнения в этой части позвоночника. Какие ощущения возникают после окончания упражнения в данной части позвоночника. Еще мы подключаем свое представление. И представим ощущения тепла, покаловни, пульсации. Представим ощущения тепла, брнения, пульсации. А также легкости, холода. А также легкости и холода. Все эти ощущения целебны. Они позволяют как раз дать концентрацию внимания на конкретный отдел. И вот благодаря этой медитативной составляющей, эффективность от упражнений в несколько раз возрастает. Эффективность цвищения увеличивается. Эффективность цвищения увеличивается. Революция Mindора